Приветствую вас в продолжении прохождения War Tales на максимальном уровне сложности с нуля, с самого начала игры. Я начал и до сих пор продолжаю выгрызать по каждому миллиметру нашего благородно-каннибальского пути. Ни одного невиновного человека не пострадало. В общем, для тех, кто только начинает сразу с этой части смотреть или, может быть, подзабыл, напоминаю, что довольно сложно играть. Все обновления, которые вышли, они работают у меня сейчас. То есть у меня сейчас игра максимально обновлена, потому что я в Steam играю, на лицензии. Не обязательно после любого обновления, это ко всем играм относится, начинать заново прям все. Это вовсе не обязательно. То есть у меня сейчас все обновления работают. По крайней мере, должны работать. Если они не работают, то это какой-то баг, это вот глюк. У меня бывают какие-то странности иногда. Действительно, бывают такие обновления. Бывают такие обновления в играх, когда именно вот рекомендуют все начать заново. Но сейчас такой информации не было. То есть была информация, что все должно работать нормально, прекрасно с этими сохранениями. Единственное, мне, конечно, очень тяжко из-за того, что я не могу использовать полученные знания по прокачке. Потому что если бы я мог, я бы, конечно, по-другому вкачался совершенно. Но я не могу. Ну ладно, уже будем как бы работать с тем, что имеем. И сейчас я, наверное, попробую по квесту Септелы еще раз сразиться с этими лейтенантом Перро. Вот. Посмотрим, что нам это даст или нет. Потом также тут очень крутое вот это логово бандитов, которое я освободил. Там есть начальные навыки. Я планирую их тоже подкупить, раздать своим. И это, кстати, должно тоже очень сильно моих забустить. Но все равно у многих неправильно прокачан второй навык на третьем уровне. Я бы по-другому сейчас скачал, зная то, что знаю я. Ну и, конечно, вообще, походу это какой-то баг, я не знаю. Но мне уже сто лет не попадаются вообще луки абсолютно. Луки не попадаются и мечи. Ну, мечи хоть, ладно, мечи хоть как-то попадались. А вот луки вообще... Вот, ну ладно, в общем, попробуем. Эх. Стражники шестого уровня. Получается их 12 человек. Там написано, что 11, но... А, нет, подожди. Там написано, что 4 плюс 4, 8 плюс 3. Да, 11. Но на самом деле их 12. Вот, видите, я прав. Я очень много раз уже с ними пробовал сражаться. И всякий раз я проигрывал. Вот. Ну и сейчас я вроде немного подкачался. Сейчас посмотрим, к чему это меня приведет. Ну что, с ветерком. Дмитра самый мощный сноситель башки. И раскалыватель черепа. Начинает и выигрывает. Надеюсь. Он должен этого уничтожить. Да, он его уничтожает. Отлично. Ну-ка. Блин, не хватает еще ход сделать. Ну, уже у меня, по крайней мере, шансы какие-то хотя бы вырисовывать. Так. И второй ход. Вот надо подумать, кем. Тут как бы будет ходить вот этот со щитом. Вот этот с копьем. Но у них урона не так много. Может быть, мне лучше снести кого-нибудь другого. Вот. Следующим будет этот. Вот эти вот будут тоже ходить. А, еще вот это. Вот это кто? Что у нее? Я не вижу. Тоже копье. А вот еще один молотоборец. Можно молотоборца, в принципе, снести. Либо, тоже очень круто снести, нивелировать лучника. Это, ну, по сути, сразу минус один чел. Боевой. Но, к сожалению, этот вот послабее. Ну, ладно, мы его добьем за очко. Отлично. Дмитр, надо взять, знаете, обязательно вот этот вот уход с атаки. Вот эту способность. Потому что она ему позволит атаковать. Ну, супер круто. То есть он будет выходить из боя, как вы поняли, да? Поняли мой замысел. Так, а еще у них лучник где-то был? Нет, вроде больше лучника нету. Ну, надо молотоборца тогда сносить, наверное. Ну-ка. Вау, вот это да. Ох ты, еще одного могу. Да, у меня, похоже, сейчас шансы все есть. Опс, вот тут немножко опасно. Но, надеюсь, он не добежит. Да, он не добегает. Так, сейчас посмотрим, кто там. Я могу попробовать избежать боя с лишними придурками. Да, вот здесь вот, естественно, рельеф местности использую. Подбегаю. Блин, я все никак меч, да, не могу этому... Что ж такое за наваждение? Выкупить меч нормальный. О, сразу может... А, потому что, да, удар копьем тоже считается. Ладно, давайте я использую сразу способность, чтобы не рисковать. Нормас. Почти убил. Вот тут вот интересно, конечно, я смогу до них дотянуться или нет? Сразу до двух, которые Дмитра зажали. О, да, смогу, отлично. Ать. Ать-ать-ать-я. Супер. Так, а способность это активируется? Добивания, нет? Нет. Но зато я... Я могу Дмитра заставить, чтобы он по этому... О, отлично. Да. Так, одного кружили. Неплохо. Минус один еще. На тебе, падла. Так, он... Септелла. Опасное место... Я побеждаю, я побеждаю, я надеюсь. Я надеюсь на это. Так, лукарь. Нужно запоминать их способность. Здесь он убьет. Да, он убил. И таким образом мы еще способность... Это очко доблести получаем. Ну вот, за счет уже знаний я как бы компенсирую неправильную прокачку. За счет более эффективного распределения способностей. И в принципе, шансы у меня какие-никакие есть. Там, кстати, жестко два молотоборца сразу у этих придурков. Но я сейчас... Сейчас я как-нибудь так встану, поэффективнее, чтобы... Наверное, к молотоборцам реально... Их прежде всего 11 носителей, самые такие противные. Хотя иногда их можно так и расставить, что они будут еще задевать еще кого-нибудь. Так, Дмитра. Ну вот, немножко он послабее, потому что у него не действует уже этот первый навык. Напоминаю, что у него навык супер такой крутой, что для первого удара там супер вообще урон 150%. Я могу одного даже стражника в плен захватить, но с другой стороны нафиг он мне нужен. Хотя он шестого уровня, вдруг все-таки сработает. Давайте я захвачу его, зачем? Зачем не захватить, когда можно захватить? Вдруг сработает этот перк долбанный. Да, я победил, причем достаточно легко. Я немножко не понимаю... Ну тут однозначно, да, за счет... Просто за счет этих... Новой правильной тактики. Плюс, конечно, снаряга чуть-чуть повыше уровнем. Но надо понимать, что я волка не выкидывал. То есть все противники скалируются по животному. Ну, соответственно... Это если бы я взял снарягу и выкинул волка, тут вроде, да, такая система, что тебе могут... Ну, то есть у тебя будет снаряга, получается, слишком крутая, а противники слишком слабые. Вот, но у меня этого нету, потому что волк со мной. Вот опять же, мистер Тат не ходил вообще, но я не могу оглушить противника, взять его как бы в плен. Почему так? Ну ладно, хоть просто добьем. Может тогда вот это... Подожди, может мне это... Реально, в плен взять одного, все-таки дополнительный шанс. Все, я вас поздравляю. Наконец-то сюжетный квест, этот геморройный с Септелой, кажется, завершен. Офигеть. И ничего нормального мне не выпало. Тряпки, блин, и две каких-то булавы голимые, которые я не буду со счетом использовать. Ну, берем, конечно, все, и жрачку тоже. Я очень устала после всех этих сражений. Не ты одна. Рада, что все закончилось. Мне уже поднадоело. А я-то как рад, и как мне поднадоело, я охренел. Отведите меня к Гозенбергскому пограничу и получите награду. После всего, что вы для меня сделали, надеюсь, она будет того стоить. Я не удивлюсь, если она не будет того стоить. Так, ну вот этих двух придурков я сразу отпускаю. То есть, либо они ко мне присоединятся, либо сдохнут. Но они не присоединятся, не срабатывает. Низкий шанс этот. Причем, знаете, что любопытно? Я замочил столько стражников, а подозрения вообще не выросло. Лол. Слушай, а смотри, сколько у него изумрудов. А, блин, да, вот это, видите, скалируется. Я думал, а то вдруг по дешевке их украсть. Не, не получится. Не получится. Там вон какая-то шкала. Он, блин, изумрудный король у меня. Ладно, продам ему вот эту фигню. Виллы фермера мне нафиг не нужны. Но их продать я сразу в розыске отчутюсь. Отчутюсь. Так, что бы такое украсть, что как бы на грани, но не совсем. Ну вот это вот. Ну не должны меня за это разыскивать. 65. Могло быть хуже. Нормально. Надеюсь, меня не будут за это разыскивать. Но там бывает такая хрень, что все-таки они начинают. А то еды у меня не так уж и много. Капуста. Соль. У меня соль есть. Так, ну это я сразу могу вот это вот для торговли купить. То, что там заодно заеду в этот трейдану. Там тоже квесты, по-моему, какие-то. Ну что, септелушка, время прощаться. Так. Пардоньте, вот. Ээээ. Вот. Наконец-то я уж начал было задумываться, где вы так задержались, пока не узнал, что повсюду режут патрули. Надеюсь, септелла повеселилась. Вот ваша награда, как и было обещано. Барон свяжется с вами. Прощайте. Вы получили рецепт ядовитое масло. Кажется, я вас не поблагодарила. Чё? Рецепт? Давно пора. И после этого мы разойдемся своими путями. Я с теплом буду вспоминать те деньки, когда мы бок о бок перебили этих стражей. Благодаря вам Тилтрон не забудет мое имя. Благодарю. Сто этих самых влияния. Да нафиг оно мне нужно? У меня 1374, его некуда девать. И чё, и всё? Ааа, меня кинули! Ядовитое масло. Каждый раз, когда навык 20% шанса, наложится яд. Ядовитое облако, причем, если это вызывает. Или просто яд. Если ядовитое облако, то это еще и хрень полная. Потому что мне потом свои через него проходят, тоже под урон попадают. Офигеть! Меня кинули. Использовали. И, блин, награда, конечно, вообще не соответствует. Это надо разработчикам эту перерабатывать. Это вообще-то такие страдания из-за этого квеста. И у меня неуправляемый персонаж был. И мне в итоге вообще нихера не дали. Ну, не знаю. Рассадник крыс попробую. У меня факелы есть. А, у меня инвентарь перегружен. Так что нет. Так что давайте сейчас это. Вот факелы я могу сделать. Сколько он весит-то? У вас ноль. А на что я факел-то потратил? А, вроде там на что-то... Ладно, 10 факелов сделал. Пусть. Один этот весит. Одну ячейку. Так, все. Я тут кучу жрачки полезные сажал. Как бы готовить к этому крысиному логову. Красадник крыс. Ой, подожди. Мне же там надо, получается, кому-то в инвентарь что-то, да, поставить. Этот факел кому-то надо дать. Вот как раз у него один слот есть свободный. Я не помню, что там... Можно сделать этим факелом. Одного хватит. Я надеюсь, всем мне не надо раздавать. Там можно какие-то бонусы собирать, типа за... Убейте крысиную королеву, чтобы закончить бой. В конце каждого раунда крысиная королева будет призывать множество крыс себе в подмогу. Постарайтесь, уничтожите как можно больше чумных наростов, прежде чем убить крысиную королеву. Вот так вы заработаете больше наград. Так, понятно, тут ядовитое облако. Непонятно тоже, а она какого уровня? Матриарх пятого уровня. Ну и эти чумные крысы вроде лоховские. А сколько чумных наростов всего? Раз. Ух ты, блин, далеко. Так, раз, два, три, четыре, пять... Да подожди, я сбился. Шесть? Да, шесть чумных наростов. Она в конце раунда будет призывать этих самых мудаков, значит... Чумной организм. Получаемый урон от огня повышается на 50%. У этого бойца будет пирофобия, а урон, который носит яд, вместо этого восстанавливает его здоровье. Оскверненная почва. На любого бойца, который приходит сквозь облако или заканчивает в нем, накладывается яд. Так, ну, наверное... Наверное, нужно самых... Так, ну волка я тут, наверное, особо не буду использовать. Может, он тут сдохнет, скорее всего, первым. Так, яд, значит, тоже не надо. Молотоборец не идет. Дмитра, наверное, опустит. Как раз Дмитра побежит, короче, вот так вот, вот здесь. О, еще здесь есть. Ладно, ничего, разберемся. Как-нибудь вот так вот. Знаешь, этот побежит здесь, этот здесь. Так, ну что, я надеюсь, я не пожалею о том, что он... Что его отправлю в это облако-то. Так. Ну-ка, с одного удара. А еще... Короче, он не атакует эту хрень. Ну, хотя бы одно облако мы задевардели. Уничтожено логово, отлично. Так, еще могу в та... А кто там чумная крыса ходит? Ну-ка. Минус. А какая потом ходит? Вот та. Ну, я до нее не добегу. Можно сразу окрушить королеву. Чтобы мы потом ее, когда все закончится, как бы быстренько добили. Так, какая там следующая? Вот эта ходит. Ой. У меня тут свои планы, знаете ли. Вау. Ну-ка. Блин, я надеюсь, она не сдохнет раньше времени. Ой, я яд наложил, причем сам на себя. Вот я об этом и говорил. Реально, еще чтобы она не сдохла надо. Думаю. Ладно, я думаю, эти крысы особо они не опасны. Так. Сразу урон от факела. Мало. Он поджегся хотя бы, да? О, две атаки. Отлично. А, на остальное не хватает. Так, мне надо... Блин, фигово он бегает. Ну, ладно. Так, вот крыса. Ну-ка. Да, урона почти нет, так что можно спокойно. Главное, чтобы она еще не сдохла. Спокойно можно добивать потихоньку. Вот этих крыс просто... Просто тоже мы как-то легонечко должны убивать. Блин, я даже боюсь ее бить теперь. Ладно, у меня еще эти очки не полностью восполнены. Ну, ничего страшного. Водушевление. Просто мы эту королеву облепим и будем здесь стоять и ее никуда не выпускать. Вот и все. Такой план. Да, надо ее не бить, блин. А то она реально сдохнет еще. Это капец будет. Ой-ой-ой, волка в это яд поставил. Ну, ладно, уже поздняк. Там урон вроде маленький. Ой, не-не-не. Так, лучник, интересно, добьет крысу с одного выстрела? Да, добивает. Отлично. Так, матка, матка. Смотрите, ходит. Сколько она крыс-то призовет? Да хера, кстати. Что за падла? Что она бегает? У нее что? Бесконечное передвижение? Чит? Ах ты. Они везде повылазили. Ты посмотри. Ты посмотри. Неужели мне придется использовать эти очки? Ну, видимо, придется. Целых два, блин. Не жирно. Там сколько потом останется-то этих хреней? Блин, дофига еще. Да, наверное, я использую очки нафиг. Мне еще не хватало тут с этой хреней завязывать. Надо бежать их, побыстрее все уничтожить. Так, кто там будет ходить? Вот эти падлы. Значит, я использую лукаря. Очень хитро. Как раз эта способность здесь пригодится, да, с крысиными логовами. Ну-ка посмотрим. Он, по идее, вообще ваншотит этих придурков. Вот сейчас и посмотрим. Ваншотнул, отлично. Так, тут Дмитрий немножко встрял. Не хватает, конечно, скорости. Еще один сейчас. Опа. Ваншотнул, супер. Я гений. Так. А куда потом? Надо маршрут мне продумать. Что-то аж немножко подлагал. Так, подлагивает. Так. Этот сюда, сюда. Значит, этот сюда. Нафигово, что он второй раз не бьет. Ну ладно. Блин, а яд-то уже дамажит. Будь здоров. Кстати, реально, еще опасность, что от яда мои могут загнуться. Это будет вообще очень неприятно. Может, кого-нибудь отправить на помощь? Тут я за вот это вот переживаю. Хотя этот мне здесь нужен, копейщик. Он собирает эти бафы. Я не знаю, мне ее бить вообще? Это безопасно? Чуть-чуть совсем. Э, а че лучник не стреляет? Че он не стрелял? Офигеть. То есть он несколько раз только может? И надеюсь, эти награды того стоят. Напишите в комментах, кто это проходил. Или там какую-нибудь херню дают. Типа дубинки, блин, которые я и так гораздо быстрее получу. Так, я молотоборца, наверное, вот сюда поставлю. Потому что она как раз неплохо тут справляется. Как раз пусть ее крысы облепляют. Как бы броню-то они не прокусят. Вот, но... Тут неприятно другое. То, что они накладывают яд, вот это вот, конечно, опасно. Потому что яд напрямую причиняет урон, получается, здоровью. Все, теперь вот эти крысы будут ходить. Да хрена их тут. Ой, блин, одну атаку съест у Дмитра. В общем, они сами забегая в облако, подвергаются этим хреням. Еще у крысы тут исцеление было, лол. Прикольная ей способность. Нифига себе у них дальность передвижения далеко. Ой, а кстати, вот сейчас, если матка призовет, я тут крысу уже дофига не выпилил, уже будет проблема, мне надо заканчивать. Опять матка ходит, матка. А сколько она, интересно, тут, как бы она не будет и бесконечно... Не, она будет бесконечно, понятно. То есть их еще дохерищи просто вылезло. Мне надо убить как-то эту крысу, чертову. Отлично. Так, где тут падла какая-то ходит? Ох ты, сколько крыс облепила. Ох ты! Пожалуйста, наблюдайте социальную дистанцию достижения. Типа я замочил это, дохрена крыс. Прикольно. Упс. Матки причем никакие дебафы не наносятся, вот что, печалька. А почему не могу тут эту хрень атаковать? Ладно. Да ты посмотри! Ооо, вот это вот плохо. Я завяз тут конкретно. Слушай, да, у меня проблема. Наверное, придется матку добить. Я, конечно, сейчас попытаюсь без добивания ее. Но если у меня кто-то начнет погибать, то все, нахрен я ее добью. В принципе, знаешь, что? Можно игнорить этих крыс. Реально, я тупанул. Надо их просто игнорить. И бежать дальше по своим делам. Вот уже мощности не хватает на этом уровне. Даже Дмитра, чтобы за раз разделать с этой херней. Так, случайно соберу бафы. Вот так. Измачу, кумки падала. Вы получили титул Грозы Зверей. Бонус преследуется... Преследуется природной бригадой? Что? Преследуется? Я еще и преследуюсь теперь? Это должен был быть бонус. Должен был дать мне бонус, а не отнять его. Так, ладно. Я попробую копейщиком приблизиться вот к этому, потому что... Потеряю, конечно, я тут эти самые, но придется. Мне надо отхилять его. Знаете, все это отличная тренировка перфекционизма. Чтобы не страдать всяким мудизмом. Потому что я сомневаюсь, что тут награды стоят того, чтобы их переигрывать. Ну что, мне дадут какую-нибудь булаву 12 уровня или что? Да-да-да-да, даже седьмого не дадут. Или супер лук какой-нибудь дадут. Не, ну лук, конечно, хорошо, если бы дали. Но я что-то сомневаюсь. Скорее всего, просто каких-нибудь больше ресурсов дадут. И все. А по времени это того не стоит. Потому что там эти логовы еще есть. Плюс они, как я понимаю, потом, возможно, будут возрождаться. Или типа того. Половину логов уничтожу и достаточно. Блин, не получится, что ли, зараза? Получилось. Все, половину логов я уничтожил. Уничтожен логов. Отлично. А, все! Или нет? Нет, вот еще одно. Дмитрий здесь застрял. Ладно. Блин, еще один ход у этого чувака остался. И потом он уже... Потом придется королеву добивать. Как раз следующий ход должно хватить. Уничтожайся. Отлично. Больше половины уничтожил. Я в окружении. Мы несем потери, капитан. Так. Этот все не может, да? Что, все знаешь, у меня все основные походили. Тогда, получается, нахрен я туда копейщика, да? Да, получается, нахрен я туда копейщика отправил. Ой, волка надо на всякий случай подлечить. Еще не хватало сейчас какая-нибудь хрень, чтобы с ним случилось. Потому что волк, он сразу умирает. Он не... Не становится раненым, да? Что его можно подхилять. А он сразу прям дохнет. Так. Но я могу это... Вот этих вот отследить по IP. О, пускай прицеливание лукарь. Так, волкам не буду рисковать. Не буду ходить. Так, чего они от меня хотят-то? Вот так вот можно. Почему нет, да? Зачистить сектор. Но особо не увлекаться. Хорошо, что броня есть, и они броню не прогрызают все-таки мою. Хотя, вот мне интересно, Дмитр окружен двумя сразу придурками. Так, я по-своему не попаду. Вроде нет. Трипл келл. Я бы мог еще по ним проказ дать, но что-то я не хочу. Да, ну это первая битва, поэтому я вам это целиком показываю. Потом уже я вас не буду грузить такими битвами, когда разберусь. И интересно, лого во все одного уровня примерно или нет? Или все-таки различаются? Да, уже у меня пацаны на пределе. Давай, давай. Опа, вот это вот хорошо, Лука. Значит, он два раза атакует и каждый раз по этому очку доблести собирает. Какой у него лимит-то? Или тогда сбили? Ой-ой-ой, волк! Все, да, опасно. Надо за следующий ход... Ой, а вот это вот вообще очень херово. У меня броня у Дмитра закончилась. Это убер херово. Что их так много? Сейчас еще их матка призовет, блин. Надеюсь, когда вот этот вот будет сейчас уходить, из-под гнета, так сказать, тут не все его атакуют. О, третий раз лучник выстрелил. Давай. А что, лучник не стрелял? Ладно, не в радиусе. Или все, или три раза лучник только стреляет. Да, он три раза, походу, стреляет. Вот мы вычислили. То есть, три атаки у него. Блин, херово. Матка опять проказ сдает. Так, все, момент истины. Мне надо сейчас закругляться, матку по-любому убивать. Так, этот может выйти. Я знаю, он выдержит броню. Броня, точнее. Так, предпоследнее логово. Отлично. Пусть смещается вот сюда, но он, конечно, не добежит уже. Все, все. Да, мне надо сейчас закругляться. Ёб твою! Нет, Дмитра, нет! Херово, конечно. Все, Дмитра не сможет. Да, последнее логово, по идее, мы не сможем. Никак уже. Если б знал, немножко бы по-другому сделал. Чуть-чуть не хватило, зараза. Просто одного чела, чтоб он добежал. Не хватило, и все. Ладно. Давай заканчивать. А ты че, тоже матку один раз атакуешь? Нафиг перфекционизм. Нафиг... Ёбта! Ну, придется перфекционизм. Единственное, на этот раз с Дмитра отправлю копейщика. И каждый раз я тоже буду получать бонус за вот этот заход с союзником. Вот у меня воодушевление все получили. Интересно, оно вешается навсегда? То есть пожизненно до конца этого боя? До конца битвы или нет? Потому что оно очень круто, то, что дает 50% дополнительного урона, особенно для зачистки логов. Но вопрос опять же в том, оно вешается все пожизненно или все-таки нет? Или потом пропадет? Блин, жаль, нельзя перевязать первой помощью матриарха. Это недоработка. Я бы ее перевязал, чтобы она от кровотечения сейчас не умерла. Блин, она сейчас походу сдохнет от кровотечения после этого хода. Падла призовет и сдохнет. Мне еще один ход и все. И я все бы 6 из 6 уничтожил. Но я переигрывать реально не буду. Сейчас падла сдохнет, да. Да, падла. Дайте мне последний ход походить. Королева выводка мертва, крысы в панике бегут. Ну, сейчас посмотрим, если там лажа полная. Да, там лажа полная в любом случае. То есть я бы еще подумал о переигрывании, если бы какой-то лут супер дали. А тут образец чумного нароста. Крысятина, останки, чумная кожа, зараженный мозг, идеальный клык, зараженная кровь. То есть просто больше, наверное, этой херни дадут. Может, там еще какой-то шанс будет на что-то. Короче, оно того не стоит. Ну, вот. В смысле, квест-то прикольный. Вы выполнили знание истребить крыс. Отчитаетесь, да, отчитаюсь. Так, у меня прокачка. О, сила 2. Это отлично. Вот это вот тоже прокачаю. Первый навык, примененный в каждом бою на 150% больше урона. Это очень круто. Тут смысл-то в том, что я могу, я могу 6 из 6 перепройти, но я борюсь с перфекционизмом. Потому что перфекционизм это то, что невротизирует людей, когда они мыслят такими категориями либо все, либо ничего. И пытаются выжить из себя максимум. Даже у них, если получается, это того не стоит в плане энергонервных затрат. Там из-за какой-то писульки, которая ничего по идее не дает. Люди там превозмогают. Так, урон атак по возможности, оборона. Броня у меня нету, атак, блин, неужели мне придется, все-таки не обновляется, да? Да, придется скупить. Ладно, сейчас продам. Я скупил просто, чтобы у него обновился инвентарь. Так, вот еще отлично. Седьмого уровня, длань правосудия, секира хорошая. Так, у нее какого? Седьмого уровня. Такая же. Оборона и броня тоже неплохая. Вот это все покупаем. А нахера я это купил? У меня у всех и так уже это самое есть. Ну ладно, чтобы у него обновилось это снаряжение, пусть будет. Ну и вот, мечнику заодно вот это вот. Кстати, факел вообще такое себе. Ну, разве что преимущество в том, что он дважды бьет. Как бы два оружия, типа. Так, ну что, сдаем квест. 150 монет. Мало. Банда. Следующий контракт. Да, можно подговариваться. На максимальную награду. Отлично. Вот у Дмитра, короче, я нашел все-таки комбинацию. Наверное, я как раз ему броню. Хороший повод заменить вот на эту, которую я не думал от атак по возможности. То есть она будет работать в сочетании, потому что у него вот эта секира, да. Она, если цель вовлекается в бой с помощью навыка, то есть впервые, когда он атакует, то она совершает атаку по возможности. И как раз вторая атака у Дмитра, ну и у всех секирщиков, когда он первый раз атакует того, кто на него не напал, это является атакой по возможности. Соответственно, ему эта броня очень-очень подойдет. И даже это лучше, чем Крит. Вот, потому что я это часто использую. Вот, и, соответственно, его первая атака будет еще мощнее. То есть он именно и будет ваншотить всяких боссов и так далее. Но, конечно, по возможности вообще на самом деле я бы заменил все равно эту броню на что-нибудь другое. Но пусть пока будет так. А, вот еще проблема в чем. Зараза. Это боец заражен чумой. Он будет есть только мясо и может с ума, если будет голодать. У вас нет лекарств? Вы имеете в виду лекарства от чумы? 59 стоит. Понятно, с крысами, блин, лучше не связываться. Лекарства от чумы. Они охренели. Сколько мне пришлось потратить еще из-за этого? Вот это минус, да. Я думаю, что-то у меня они не отхилялись этим. А не входит в стоимость лечения от чумы. Нифига себе, это дополнительная опция. Так, я наткнулся на хаурберг разбойника, как раз молот. Подожди, молот-то какой он? У меня просто молот. А это молот получше. Плюс хаурберг неплохой. Ну, тоже скуплю. Молот, да, заменяю. Вот чуть-чуть получше. О, это как раз для копейщика броня отличная. Хотя у него криты-то не такие уж и большие. Ну ладно, ну пусть будет. Фух, ну я думаю, неплохо мы разрулили. Смотрите, и квест с Эптелой наконец-то мы завершили. Потому что логово бы не получилось уничтожить Рассадник Рыс, если бы она у нас была. И сам Рассадник Рыс. Пользуясь властью, данной мне свыше, хочу поблагодарить спонсоров канала. Маг Дэ Эр, Дмитрий Руперт, Мистер Тат, Дмитра, Михаил Антонов. И новый спонсор Матчос Корнивара. Спасибо огромное за поддержку. Также благодарю всех остальных. Так, мне вот любопытно, что с легким-то я справлюсь. Тут награды за разбойника. Во-первых, нужно зайти и купить будет книжечки. Обязательно. Это очень усилит моих бойцов. Там первые способности как раз дадут. Это частично, не полностью, но частично хотя бы исправит что-то неправильное в прокачке выбранное. Вот. Плюс попробовать тяжелый квест. Могу ли я выполнить или нет. Самому интересно. И может быть, даже мы замахнемся на какого-нибудь босса. На какого именно посмотрим. Плюс еще там квест. В общем, еще много всяких интересных квестов. Лайки, подписки. Благодарю за внимание. Комменты строчите.